Финансовые потоки, которых денег вы сдаёте. Ещё раз хочу сказать, администрация отвечает за жизнеобеспечение города. Она не смотрит, что вы приходите в магазин и покупаете какой кусок хлеба. Вы это поймите. Секундочку. Значит, мы на сегодняшний момент, ещё раз, мы собрались не потому, чтобы, например, вы можете этот вопрос задать правоохранительным органам, которые сегодня вы ему сделали, то и другое, третье. На эти вопросы администрация не сможет вам ответить. И главный инженер тоже, и министерство не сможет ответить. Мы не занимаемся контролем финансовых потоков. Ещё раз говорю. Поэтому, исходя из этого, мы хотели бы ещё какие-то вопросы услышать, конкретные, что зависит от администрации или ещё что-то поставить на контроль. Вот сегодня, чтобы вы сходили, значит, мы договариваемся на 5 лет, по времени уже есть первый вопрос. Протокол у нас сейчас ведётся, поэтому, исходя из этого, какие ещё вопросы? На этот вопрос ответа нет. Если не подключите к договору и не продолжите стройку через 2 недели, что дальше нам делать? Через 2 недели я вам могу сказать, что будет дальше. Вы опять скажете, что через 2 недели продолжим. Через 2 недели... Вы знаете, да, я хочу сказать, всё может быть на сегодняшний момент, всё может быть. Мы бы хотели, конечно же, прийти к хорошему умозаключению, мы хотели бы прийти к тому, чтобы застройщик все деньги, которые существуют, сразу же переложил на стройку и так далее, и так далее. Но, к сожалению, сегодня вот такая ситуация находится. Поэтому мы тоже ищем совместно со всеми органами выход из этого положения. Понятно, что очень тяжело, понятно, что должны были сдать. Давно-давно даже сдать. Поэтому будем искать. Даже через 2 недели, если скажу, что ещё 2 недели надо подождать, что-то надо делать. Продолжение следует... Меня зовут Министерова Лариса Сибирна, я помощник укрору города Новочебоксарск. Действительно, по обращениям дольщиков, нами проведена проверка. Собрано достаточно большое количество денежных средств участников долевого строительства. И в связи с тем, как бы действительно встает вопрос, куда эти деньги были израсходованы. И в настоящее время материал проверки направлен в правоохранительные органы, и ими проводится профессиональная проверка. То есть проводятся проверочные мероприятия, в рамках которых изъята документация о Роспан. И будет она изучена и принято решение. Продолжение следует... Продолжение следует...